Всем привет! С вами Анна Ди. В одном из прошлых видео я делала обзор на скетчбук с алиэкспресс и обещала попробовать его в работе и снять об этом видео. Я решила протестировать скетчбук, нарисовав в нем несложный рисунок. Так как с этой бумагой я не знакома, то буду узнавать ее особенности по ходу работы. Напомню, что бумага здесь 100% лопок, так что присоединяйтесь ко мне и давайте вместе нарисуем этот красочный суккулент. Материалы, которые нам понадобятся, я все укажу в описании под видео. Итак, первое, что мы должны сделать, это наметить набросок формы нужного нам размера, в котором мы впишем наше растение. В данном случае это форма круга. Намечаем его легонько и постепенно будем вписывать в него каждый лепесточек, начиная от центра, с самых маленьких, в данном случае так удобнее, и постепенно буду по круговой добавлять остальные лепестки. Листики у суккулента, как видите, расположены немного в шахматном порядке, как раз в центре это больше всего заметно, поэтому начинаем располагать их от малым к крупным именно в таком порядке. Старайтесь обращать внимание на особенности каждого листика, на его изгибы, расположение относительно соседних листьев, ну и, конечно же, направление. Вот тут, например, можно увидеть, насколько от лист смещен относительно пустоты между двух предыдущих. То же самое можем проследить внизу, в том числе и куда направлен листик. В процессе прорисовки сразу добавляю по краю немного толщины. На центральных листьях, так как они направлены немного вверх, это как раз больше всего заметно. На примере бокового уже видно, что боковая сторона начинается ровно с середины этого маленького листика. Таким образом стараемся отслеживать начало каждого лепестка относительно остальных. Это такие наши маленькие ориентиры. Так что продолжаем наш поиск. Если вдруг будут где-то незначительные расхождения в размерах или нюансах форм, это не страшно. Повторюсь, если расхождение незначительное. У меня такое тоже иногда случается, несмотря на то, что я люблю детали и всегда довольно внимательно к ним. Вот, например, на этом листике я немного ошиблась. с размером, но увидела уже поздновато. Продолжаем заполнять все пространство. Продолжаемぜ, пока будет. Вот, наверное, всегда подск었им. У меня это вызовет anhая. А годы? Продолжаем нет. Потерять товаром для меня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжаем заполнять круг Как видите, я вышла кончиками листьев за его пределы Ну что, собственно, не является какой-то ошибкой Так как это был круг не самого вазона Который, кстати, я решила не прорисовывать Ну и плюс место на бумаге позволяло мне выйти за пределы И вот у нас уже остается один последний листик И будем переходить к краскам Предварительно пройдитесь по рисунку клячкой, чтобы снять лишний тон карандаша В работе я буду использовать эти две кисти Это среднего размера белка и синтетическая нулевка Синтетической плоской кистью я увлажняю весь рисунок водой, чтобы краски ложились легко и равномерно И даем обязательно бумаге просохнуть Я планирую работать по сырому С доработкой по сухому Поэтому перед заливкой смачиваю каждый отдельный листик И заливаю первый листик фиолетовым Постепенно буду добавлять украпления других оттенков, которые здесь вижу Сразу скажу, что стоит учитывать тот факт, что хлопковая бумага высыхает немного дольше, чем целлюлоза Поэтому не торопитесь использовать сразу все оттенки Дайте время бумаге немного подсохнуть На первом же листике я вижу, что, как и некоторые другие виды хлопковой бумаги Она как бы поглощает яркость краски Ну, что, в общем-то, было ожидаемо Даю краске немного схватиться И чуть сильнее выделяю края И снова можно добавлять вкрапление синего Палитра оттенков плюс-минус одинаковая на всем цветке Варьируется лишь их местоположение и насыщенность И помните, что чем меньше элемент заливки Тем меньше увлажненной должна быть кисть Дабы избежать ненужных потеков Продолжаю заливать и практически сразу усиливать цвет, где необходимо Но только по одному разу Слоям все-таки нужно давать время полностью просохнуть Чтобы вернуться к ним позже и доработать уже по-супому Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пятна, которые не слушаются и растекаются слишком сильно Я останавливаю и направляю полусухой кистью Субтитры создавал DimaTorzok В процессе заливки старайтесь оставлять белый тонкий контур Но если не получается или вдруг забыли об этом Можно навести его белым акрилом в самом конце И уже спустя некоторое время видно на высохших листьях Так что цвет выровнялся и, конечно же, немного посветлел Субтитры создавал DimaTorzok 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 В самом конце я все-таки не удержалась и прошлась акрилом по контурам Решила, что так работа будет выглядеть более аккуратной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что хочу сказать Мой вывод скетчбуке второй раз будет снова положительным Я думаю он испытание прошел Конечно это хлопок И к нему нужно немножко приноровиться Привыкнуть Особенно если вы все время работали на целинозе Если решите повторить данный урок Обязательно отмечайте меня на своих работах Мне будет очень интересно посмотреть Что же у вас получилось А с вами была Анна Ди До новых встреч, пока-пока Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok